МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Десятки гидротехнических сооружений нуждаются в капитальном ремонте. Об этом шел разговор на совещании в областном Акимате. Карагандинцы вернулись с международного фестиваля «Не себр без границ». Воля, сила, победа! Под таким девизом с 28 июля по 11 августа будут проходить 4-е международные армейские игры. Порядка 300 военнослужащих Казахстана уже отбыли к местам проведения конкурсов. Соревнования воинов будут проходить на территории семи государств, в том числе и в Казахстане. В регионе десятки гидротехнических сооружений нуждаются в капитальном ремонте. В Овщетском районе не могут закончить работы по выносу автономных систем отопления из подвальных помещений и многоэтажных домов. Об этих проблемных вопросах говорили на совещании с участием Акима Карагандинской области Ерлана Кушанова. В Караганде полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Глава региона Ерлан Кушанов поручил своему заместителю координацию работы по выносу автономных систем отопления, установленных в подвалах многоэтажек. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций было принято решение из 54 автономных систем отопления демонтировать 30. Как выяснилось, работы еще не завершены в Саране и поселке Агадыр Шетского района. Если в Саране конкурс по выносу ОСО завершается, то в Шетском районе мероприятие отложено из-за отсутствия заключения госэкспертизы. По Шетскому району мероприятия по выносу 11 ОСО запланированно на текущий год сдвигаются в связи с отсутствием заключения государственной экспертизы по проекту. Докладом Акимобласти был явно недоволен. Он сделал замечание Акимушетского района и своему заместителю Анатолию Шкарупе. «Вы мне скажите, как вы будете ускорять, если у него еще госэкспертизы нет, еще ему надо деньги найти, после этого надо конкурс провести. В этом году же он не сделает? Вы срываете поручение? В этом году есть проблема с исполнением этого поручения. Нет, это проблема или вы проблемная мне, Аким и вы». На совещании обсудили и программу оздоровления экологической ситуации в Тимиртау. О ее реализации поведал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Руслан Тулебаев. На сегодняшний день из 52 запланированных на текущий год мероприятий реализовано 6, а еще 21 находятся на стадии исполнения. Также в ходе совещания говорили об эпизоотической обстановке. О ситуации доложил руководитель управления ветеринарии Каирбек Турсенбеков. «На противопезотические мероприятия было выделено 939 миллионов тенге, ветеринарными препаратами все районы и города области обеспечено на 100%. Проведено более 2 миллионов манипуляций по 9 видам вакцинации сельскохозяйственных животных, 2 видам аллергических исследований и 1 вида дегерметизации. Работы по ветеринарным обработкам первого полугодия согласно плана полностью выполнены на 100%. Состояние инвентаризации гидротехнических сооружений – еще один вопрос, который обсудили в ходе совещания. В настоящее время в Карагандинской области имеется 262 гидротехнических сооружения. В ходе проверок были установлены бесхозные объекты в Жасказгане, Шесском и Актугайском районах. Большинство гидротехнических сооружений находится в Нуринском районе. Состояние некоторых из них тревожит чиновников, ведь проблемы могут возникнуть в период весенних паводков. Акимобласти Ерлан Кушанов заявил, что такие объекты необходимо принимать в областную коммунальную собственность. В первую очередь надо те, которые в таком состоянии находятся, их надо принимать срочно. После подготовки всех технических документаций они передают в Акимат, управлениями экономикой будут готовиться постановления. Мне процедуру не рассказывайте. Будем принимать все. Меня не волнует, процедура какова. Все объекты будем принимать в Ирландии. Принимайте и работайте. Есть. Видимо, вы сопротивляетесь особо, не хотите их принимать. Они практически бесхозные сейчас. И я так считаю, потому что на балансе находятся районы Сулеймана и Ибрагима. Почему молчите? Че есть? Вы же трубить должны. Из 262 гидротехнических сооружений 17 находятся в частной собственности, 33 в республиканской, 36 в областной, а 166 в районной коммунальной собственности. Беспокойство вызывает тот факт, что финансирование объектов, находящихся в районной коммунальной собственности, не может осуществляться за счет бюджетов районов. Акимоблась Ерлан Кошанов поручил уделить данному вопросу особое внимание, чтобы избежать осложнений в паводковый период. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Творческие карагандинцы с особыми потребностями вернулись из Болгарии, где проходил 4-й международный фестиваль «Несебр без границ». В честь Карагандинской области защищали 12 участников, которые выступали в четырех номинациях. Танец на инвалидной коляске, хореография, вокал и жестовое пение. В аэропорту Сарарка талантливую молодежь встретили как настоящих героев. «Несебр без границ» – это фестиваль для людей, влюбленных в творчество, которым не стали помехой физические ограничения. Это не только возможность продемонстрировать свои таланты, но и площадка для построения диалога с представителями разных культур и стран. Реализатором данного проекта является общественное объединение «Лучик надежды». В этом году для участия в фестивале в Болгарию из Караганды направилась делегация из 18 человек, 12 участников и 8 сопровождающих. В аэропорту Сарарка их встречали родные, друзья и близкие. Многие не могли сдержать слез. Перед тем, как попасть в состав делегации, участники проявили себя на городском фестивале «Караганды без границ». Счастливые участники фестиваля рассказывают, что народ Болгарии тепло встретил своих гостей и по достоинству оценил их выступления. Мероприятие довольно масштабное, а потому подготовка к нему занимает целый год. Организация мероприятия занимает год. То есть вот сейчас мероприятие прошло, буквально неделя-две проходит и начинается подготовка уже к следующему фестивалю. Даты мероприятия пока ничего неизвестно, но я могу сказать, что весь год ведется кропотливая работа. Это необходимо найти спонсоров, найти участников, все организационные моменты. То есть еще сложность в чем состоит? В том, что мы с нашими партнерами в Болгарии удаленно работаем. То есть они наши там руки, ноги, глаза, уста, они нам помогают там. Немножечко сложности вот из этого только случаются. Но в принципе все решаемо. Значительную поддержку талантливым карагандинцам оказали местные власти. На поездку в Несебр были выделены средства из городского бюджета. Были выделены средства по государственному социальному заказу для детей и людей с ограниченными возможностями, которые должны были принять участие в этом международном фестивале. Нельзя не отметить, что карагандинцы на международном фестивале выступили достойно. Многим удалось завоевать призовые места. Хорошо было там. Прекрасно. Все караганда все заняли. Хорошие места приехали. Счастливые. Фестиваль проходил по следующим номинациям. Танец на инвалидной коляске, хореография, вокал и жестовое пение. Тохжиан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Прокуратура, ДВД и суд Карагандинской области заключили трехсторонний меморандум о работе так называемых ночных судей. Подобно пилотный проект позволяет сократить сроки рассмотрения дел. Правда, это касается пока только ситуаций, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. Теперь все вопросы, связанные с виновностью в авариях, возмещение ущерба, можно решить сразу и даже в ночное время. Не надо отпрашиваться с работы, посещать судебные заседания. Ночные судьи будут рассматривать административные правонарушения с 18.30 до 22 часов. Все решения суда будут отправляться участникам ДТП с помощью СМС и с этими постановлениями они могут отправляться в страховые компании. Примерно около 70% водителей согласны с решениями, судей. Но все же надо соблюдать два условия. Это признание вины и согласие рассмотрения дела в ночное время. Если виновник ДТП признают свою вину, тогда зачем затягивать слушание? Если днем случилось ДТП, вечером это дело рассматривается в ускоренном режиме. Это, в свою очередь, экономит время и судьи, и людей, которые попали в неприятную ситуацию. Пилотный проект, как всегда, опробовывается в Караганде с тем, чтобы распространить его по всем регионам Казахстана. Сергей Высокозов, Никита Миткин, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. К 20-летию Астаны была посвящена концертная программа, которую показали зрителям этнокультурные объединения области. Дон дружбы и ассамблей народа Казахстана вновь собрал представителей разных национальностей. Почетным гостем праздника был чемпион Олимпийских игр, общественный деятель, депутат мажориса парламента Республики Казахстан Серик Сапиев. Он осмотрел отделы культурных объединений и познакомился с их работой. Особый интерес гостя вызвала экспозиция «Астана – столица мира и добра», которая является единственной в своем роде. «Очень приятно присутствовать на этом мероприятии, которое организовала Ассамблея народа Казахстана. Желаю Ассамблеи процветания. Не зря у нас в мажорисе парламента есть семь членов Ассамблеи, депутатов, которые избираются от Ассамблеи народа Казахстана. Это многое другое, то, что Ассамблея народа применяет и политическую силу». Открыл праздничный концерт образцовый ансамбль «Куанэш». Появление на сцене актрисы в образе Жерана и флешмоб молодежи вызвало у зрителей бурю положительных эмоций. Также в данном мероприятии приняли участие творческие коллективы многих этнокультурных объединений области. Напоминаем, что Карагандинская область в преддверии юбилея Астаны преподнесла своей столице особый подарок – аллею Олутау и монумент «Казах-елине Маналгыс». В числе участников этого торжественного мероприятия были и члены Ассамблеи народа Казахстана, которые также присутствовали на праздничном концерте. Буквально в начале этого месяца карагандинцы сделали большой подарок всем астанчанам – это аллея и монумент «Казах-елине Маналгыс». Сегодня действительно это место уже становится любимым местом отдыха всех жителей и гостей столицы. Оно действительно сакральное, оно рассказывает о главных достопримечательностях древнего Олутау, той священной земли, той колыбели нашей нации. И я считаю, что это очень важный шаг к просвещению, к раскрытию сакральной географии нашего Казахстана. Праздничное мероприятие завершилось награждением благодарственными письмами активных участников этнокультурных объединений. Сегодня Ассамблея народов Казахстана стала не просто общественным институтом, но и социальным лифтом для молодежи. Ведь благодаря этому молодые люди имеют возможность заниматься полезной и интересной деятельностью во благо своего народа. Мульдир Жакан, Аман Кужан, Никита Миткин, Первый Карагандинский. Воля, сила, победа. По таким девизам с 28 июля по 11 августа военнослужащие Казахстана примут участие в четвертых международных армейских играх 2018 года. 180 команд из 33 стран мира будут отстаивать право названия лучших воинов. Армейские игры – это уникальное мероприятие международного масштаба. Вызвав огромный интерес, военные игры стали новым символом международного военного сотрудничества, обмена опытом, залогом мира и солидарности. Следует отметить, что в этом году армейские игры пройдут на территории семи государств. В том числе три этапа смогут увидеть и казахстанцы. Мастера артиллерийского огня, конкурс военных связистов уверенный прием и соревнования беспилотных летательных аппаратов «Соколинная охота» пройдут в нашей стране. Торжественная церемония открытия игр в Казахстане состоится 1 августа, а завершатся соревнования 9 августа. Всего наши воины примут участие в 14 военных конкурсах из 28. Участники армии прошли сложный многоуровневый отбор. В течение нескольких месяцев выбирались лучшие военнослужащие видов и родов войск региональных командований Астана, Юг, Запад, Восток, которым предстоит с честью представлять свою страну и вооруженные силы на играх. Находимся на территории учебного центра Корла Китайской Народной Республики. Прошли жеребьевку техники и в соответствии с планом приступили к тренировкам. Китайская сторона предоставляет нам 2 дня для вождения боевой машины и 1 день для приведения оружия к нормальному бою. Морально-психологическое состояние команды отличное, адаптацию прошли и готовы показать свои профессиональные навыки, достойно защитить честь вооруженных сил Республики Казахстан. Самый зрелищный конкурс армии 2018 это, конечно, танковый биатлон. Кстати, в прошлом году казахстанские танкисты в этой дисциплине заняли второе место, уступив России, но обыграв Китай. В общекомандном зачете казахстанская команда в 2017 году была на третьем месте с тремя золотыми медалями. Победное слово за нами! Вперед, Казахстан! На земле, на воде, в воздухе, на вершинах Эльбруса казахстанцы будут доказывать свое мастерство, а мы будем болеть за своих военнослужащих. Сергей Высокосов, Никита Миткин, Первый Карагандинский. В Караганде открылось первое кота-кафе. Посетителям приходится платить лишь за время пребывания. Терапия с животными оказывается совершенно бесплатна. Здесь каждый желающий может поиграть с кошками и получить заряд положительной энергии. Только вчера эти четвероногие бродили по улицам, а сегодня они полноценные сотрудники первого кота-кафе в городе. Их главная задача – исцеление посетителей, которые приходят в столь необычное кафе за порции хорошего настроения, позитивной энергии и ярких эмоций. Любителей подобной терапии становится все больше. Пушистое кафе организовали волонтеры, для которых забота о бездомных животных стала важной составляющей жизни. Сдать сюда котика нельзя. Мы не приют и мы не принимаем просто котов с улицы. Для того, чтобы кот мог получить прописку в кота-кафе, он должен пройти карантин, прививки, ветеринарный осмотр, длительную процедуру, адаптации, и только потом он сюда попадает. Посетители кота-кафе платят только за вход. Здесь они могут попить кофе или чай, поесть сладости, почитать книги. Для тех, кто приходит всей семьей, предусмотрены скидки. Примечательно, что карагандинцы могут и забрать понравившегося котенка домой. В первом карагандинском кота-кафе все продумано до мелочей. В кафе установлено всего пять столиков. Это связано с тем, что волонтеры не стремятся получать большую прибыль, а хотят сделать время пребывания в этом заведении комфортным для его посетителей. Токжиан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амансал Болонтер. Субтитры подогнал «Симон»